Здравствуйте, дорогие друзья охотники и рыболовы! Это программа «Большое хобби» с Николаем Валуевым и за рулем сегодня у нас Николай Сергеевич Валуев. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я подрабатываю водителем у Валерия Петровича Кузенкова, но в принципе задача не из легких, конечно, потому что человек он требовательный, заставил меня взять дорогу термос, ну так скажем, проехать с комфортом. Кузенкова выезжает на природу и в этот раз мы с вами едем на рыбалку. О, рыбачий берег, Николай Сергеевич, база, куда мы едем на рыбалку? Совершенно верно, Валерий Петрович, на рыбачий берег, база отдыха. Ты, кстати, недалеко от Питера? Рядом, а мы мешаем человеку, который сзади. Почему мешаем? Почему наша машина? Мы никуда с вами не торопимся, Валерий Петрович, поэтому мешаем. Хавей может быстро ехать, но мы стараемся ехать по правилам. Но мы два таких больших кабана забрались в эту машину, и вроде удобно, все нормально. В легкую, Валерий Петрович. В легкую, я в одежде, в рыбацкой. Я тоже уже писку. И вот за рулем, как видите. Кофеку, Николай Сергеевич, не желаете? А разве? Попробуйте, Николай Сергеевич. Он без коньянка. О, Валерий Петрович, а вы знаете, в толк. Скажем, в кофе. Вот она. Вот наша база. Добро пожаловать в Рыбачий берег. Прекрасная база. Сразу видно, что дома такие классные. Все дорожки почищены. Да, Валерий Петрович, лепато. Иван Сергеевич, мы подошли. Заботливые специалисты базы Рыбачий берег нам пробурили пару луночек. Я понимаю, для чего. Вот у меня в кармане есть эхолот. Нам дали ребята. Диппер называется. Вы знаете, как им пользуются? Он говорит, всю рыбу показывает. Знаю, Валерий Петрович. На этом озере. Я вам больше расскажу. Я даже уже понимаю, что там и как внутри. Так вот давайте мне термос. Сейчас вам расскажу о манере использования таких штук. Смотри, Петрович. Видишь, вот сюда, собственно говоря, мы какую-то веревку, леску, не суть важную. Рабочая поверхность у него вот вся. Он погружается наполовину, даже больше, вот посюда. И сонор работает вниз. Вывели на мой телефон. То есть надо будет его включать? Конечно, включай. Вот, Валерий Петрович, на, держи пока, завязывай узелок. Я пытаюсь. А я тебе да расскажу. И заодно, раз уж я у тебя водитель, я тебе и лунки чистить буду. И рыбак, и лунки чистить. Да, на самом деле у этой аппаратуры достаточно сложной. Есть поддержка Wi-Fi. И благодаря этому у тебя на телефон идет изображение. Вот вы говорили мне на телефон. Да. Давай. Ну что, дорогие друзья, пробуем. Валерий Петрович, опускаю. Вот, видишь, он плавает? Плавает. Как поплавок. Значит, показываю тебе. Вот у нас кромка льда сверху. Вот это дно. А вот эти вот зеленые линии, это, возможно, или трава, или рыба. То есть вот сигнал проходит через то, что находится между дном и льдом. Ну, вероятнее всего, что это рыба, потому что здесь на такой глубине травы быть не может. А сколько глубина? Глубина у нас... 11? Так, ну, 12 метров, да. Тогда это рыба, Николай Сергеевич, надо проверять. А, есть еще, кстати, момент. Смотри, вот жму, жму. Опа! И мы видим изображение точки. Вот это водоем, на котором мы находимся, эту точку он, собственно говоря... Забил. Да. Вот, смотрите, отрадное озеро, ленинградская область. Валерий Петрович, смотрите, сейчас будет показывать. Оп, бросаю. Как она опускается. Да, да, да. Вот она идет, да. Вот она, вот она, вот она, вот она пошла. Ага. Показывает. Ну, она, к сожалению, именно таким образом показывает. Не точкой какой-то. Ну, понятно, ее же размывает, нибудь, или что. Да, да, пора ловить, Петрович. Попробуем в этой лунке, раз подкормили, а потом в палатку перейдем. Да, давай. Удочка с поплавком, леска есть. У меня аж с этого все начиналось. Грузило. Всегда мечтал с профессионалом рыбу половить. Валерий Петрович. Во время зимней рыбы. Если мечтал... Так, это опарыш, а это мотыль. А это мотыль. Чего насаживаем? Да все. Лещ любит все. Вот смотри, Петрович, значит, вот сейчас у нас, вот она, пошла вниз. И мы всегда можем четко, вот сейчас 6 метров, 7 метров. Там рыба не подходит, Николай Сергеевич? Петрович, не знаю, но приманка в рыбе. Оп, остановились. Ну, сейчас остается. Так. Ожидать только клево. Огромный ёрш. Огромный, огромный ёрш, Валерий Петрович. Пошел один крупняк. Вот он. Хе-хе-хе-хе. Опа, Сергеич, клюнуло. Тащи, Петрович. Больше ёрша, по-моему. Я уже не верю, что тут больше будет что-нибудь. Хе-хе-хе. Да ладно. Самый клев в глухозимье. Опять что ли карпа тащишь? Сейчас лещ подойдет, сейчас столько подкормили. О! О, Сергеич, смотри какая. О-о-о, Петрович, ты поднялся. Слушай, ну вот эту не выпускаем. Эту на уху. Кваситский подлящик. Опа, у меня на дно. Да, Николай Сергеевич, у вас тоже была поклевка? Ага, была, Петрович. Я что-то, что-то там есть. Мелкая. Ну, обычно было мелкое. Сейчас что-то вообще легко идет. Так как ёрш обычный. Короче, опять ёрш, Петрович. У меня ничего. Погоди, не, я не ёрш. Нет, Петрович, у меня не ёрш. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А, подлещик. О, Петрович. Подлещик. Опа. Обловились вы, Николай Сергеевич. А мой, подлещик, крупней твои. Ну, да. Но у меня их целых три. А у тебя их? Четыре. Да. Так, Сергеевич, надо, наверное, в палатку перешлить. Я, если чем, мне руки уже задубили. Там, ребята, подкормили. Там, наверное, крупняк подойдет. Да, переходим в палатку. Все, давай. Николай Сергеевич, ну а как базы? На самом деле, ребята молодцы. И дома у них современную. Народу много. Под Новый год. А летом вообще люди загодят. На целый год вперед заказывают домики. Сергеевич, ну у них горка тут, я смотрю. Коток, детишки приезжают. Заполняемость такая довольно сильная. Вода рядом, все рядом. Дело в том, что когда человек думает, что он организовывает отдых не узко специализированно для рыбаков, там, охотников, если делается инфраструктура для детей, значит, это гарантированный приезд семейный, отдых. Например, ребята рассказали, мы можем взять детей, организовать группы. У нас массовики-затейники, а взрослые могут отдыхать. Ну разве, вот, разве не поедешь на такую? Ты поедешь, поедешь. У них тут крупные мероприятия проходят и прочее, прочее. И от Питера недалеко. Тут получается 190? Нет. Ближе? Да, 120. 120 получается. Ну это тоже удобная трасса, хорошая. Ну молодцы, молодцы, потому что 5 лет, я так понял, этой базе, как они ее запустили 5 лет назад. И вот идет такое развитие, рыбой занимаются, и инфраструктуру тут всю эту выстроили, и лодки моют, и народ подъезжает, и на лыжах сейчас зимой катаются, и рыба есть. Главное, есть рыба. Это не первая база, на которую я приезжаю и слышу, что если есть хозяин, если есть желание рыбнадзор осуществлять, можно и пригласить, и в любой момент организовать охрану. Уважаемые рыбаки, я решил сменить поплавочную удочку на кивковую. На самом деле я люблю, конечно, ловить на поплавок, но это такая достаточно пассивная рыбалка. Немножечко решил на подъем. Но поклевки, вот у меня были поклевки осторожные, все они возле дна, и в итоге мне приходится, в принципе, практически не двигаясь, держать мормышку возле дна. Все-таки лещ любит такую более пассивную игру. Кстати, у меня поклевка. И хорошая, хорошая. Поднял, 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 поднял. Оп! Тихо, 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 тихо. Сопротивления почти нет, но тяжесть, чувствую, на леске хорошая. Стараюсь осторожно тянуть. Ого, 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 ого. Я бы очень хотел вытащить эту рыбу. Тихо, тихо. Друзья, засекся хорошо. Я таких зимой, только вот в прошлом году он его оксе ловил. Обалдеть. Вот поклевка. Опа! Что-то сидит. Что-то сидит. Понятно, что не килограммовый лещ, но... Так, 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 так. Не сошло бы. Опа! О! О! Подлещик. Вот крупный лещ, все говорят, что он намного пассивней леща маленького. Поэтому, когда я вытаскивал первого вот этого здорового, он шел как тряпка. И вот у нас опять, кажется, поклевка. Оп! Оп! Опять та же история. Тащу осторожно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Оп! А-а-а! Фу! Это что-то! Петрович! Да! Все! Ты пропал! Смотри! Давай сюда, а то получится, как в этом году я тебя переломлю. О, Сергеич, как всегда, не вовремя. Чего там, подсачник надо, что ли? А не! Да ладно! Иди! Иди! Вы обалдели! Иди давай! Поздравляю! Слушай, а у меня такие не пролезут, у меня дырка маленькая. А вот давай так. Я тебе досаживаю сейчас этого. Не, не надо. Ой! Ну, что ты там мелочь ловишь? Давай сюда садись. Да, а ты что, много наловил? Я там два десятка вот таких, а ты два. А я тебя перекрыл килограмм массой. Ну, все, давай, еще порыбачим немножко. Ну, давай, еще чуть-чуть и все, давай. Короче, время идет, все, давай. Да, жерлицы. Отлично, поздравляю. Может, у меня такой, но у меня не пролезет. Давай, тебе удачи. Все. Опа! Что-то сидит. Сейчас проверим. Не килограмм, но что-то такое. О, подлечник. Опа! Вот еще один. Валерий Петрович, ну, как дела? Да вот, это самое, вроде... Опа! О, я смотрю, ты красавчик натаскал. Ну, чья школа, Николай Сергеевич? Вот еще, смотри, сидит. Просто, ну, сейчас уже намного меньше клюет. Я предлагаю пойти черлицы поставить, потому что время, световое маленькое, мелочь у нас есть. Давай, хорош, отвлекись уже. Смотри, смотри, смотри. Сергеич, сейчас, сейчас, сейчас. О, крокодил, гляди. Опа! Ого, Петрович! О, держи его! Держи! А, уже! Петрович, ты что делаешь? Ну, ладно, пусть живет. Представляешь, из одной лутки в другую. Это явный признак того, что нам пора идти за жерлицей. Ну, что, собираемся, Сергей. Все, давай, поехали. Ну, что, Олег Петрович? Я вот живца принес. Вы жерлицы. Ну, я думаю, что жерлицы мы поставим сегодня с помощью нашего помощника с базой «Рыбачий берег». Андрей, прошу любить и жаловать. Он во всем разбирается. Он рыбу ловит здесь просто. Спасибо. Он здесь знает все. Иван Сергеевич, скажите мне, как рыбак рыбаку, вы рыбу ловите умеете на жерлиц? Да, Валерий Петрович. Как ни странно, ко всему прочему, умею. Заряжаем. А глубина? Плотнее. Достаточно. Она увидит, поднимется и вон. Да, да, да. Вот так вот. Ну, давай, учите меня. Just a moment. Вот, Валерий Петрович, смотрите, опа, должно вот сюда заходить. Ну, это чтобы не перепутать. А какой стороной? А вот, чтобы сюда сходила леска. Опа. Во. Большая платва. Так, еще раз. Через рот. Через рот. В ротовую полость. И жабры упадем. Это жабры, да? Да. Ну, удавить бы ее. Не рви, не рви, не рви. Давай, Сергейчик. Опа. Можешь опускать. Все, аккуратненько. Пошла, пошла, пошла. Я ушла. Уважаемые друзья, мы поставили наши жерлицы. Самое время поставить донки. Сергеич, еще 15 донок. Не на базу, потому что надо лесчика закоптить. Здорового, да? Олег Петрович, лесчика закоптим. А вот 15 донок я вообще не боюсь. Вот я вспоминаю, как мы с отцом вот это вот. Но это было другому. Сейчас техника шагнула. Николай Сергеевич. Техника шагнула далеко. Пойдем, ладно. Щек и все. Рыба наша, которую мы поймали, засолена, подготовлена. Сейчас мы ее закладываем вот в эту вот коптильню и ставим на огонь. Минут 30, да, Андрей? И она должна быть готова. Ну, наверное. Да, Андрей Петрович. Опа! Я аккуратно крышку. Оп! Да, такая коптилочка весит. Опс! 30-40 минут. Надо ждать. Потерпим. Не видно, Валерия Петрович. Не видно, Валерия Петрович. Как в рекламе. Азиапа. Тихо, держу, держу. Аккуратно. Ставим. Ставлю. Пёрышко, пёрышко. Валерий Петрович. Тиша. Смотри. Её просветем. Я могу сказать, это очень вкусно. Да. Сейчас мы приступаем к поеданию лещей. Нам, конечно, всё не съесть. Надо будет пригласить сотрудников базы. А завтра проверяем жерлицы. Да. Проверяем домки. А вам не хочется пожелать базе «Рыбачий берег», чтобы лещ не переводился? Желаю, чтобы лещ не переводился в озере, на берегу которого стоит база «Рыбачий берег». Ну, а если рыба в озере не будет переводиться, значит, на нашем крючке она тоже переводиться не будет. Аксиома. Смотри-ка, не сработало это. Не забывайте, что у нас не сработало. Глубозимья. Глухозимья, да. Глухозимья. Что-то пришло. Не активно. А вон. А нет. Да. О. Ну, не замерзся. Аккуратно только. Посмотрим. Может, сошла, может, живец сыграл. Есть. Тихо-тихо-тихо. Смотри, торчит вон голова. А что, она всю ночь, она уже не бьется. Подухла. О. Хе-хе-хе. Детра есть. Два килограмма. Два есть. Чего-то у меня есть. Да. Февраля месяца. Более чем. Ну, что, вот они доночки. А это у нас же налимы. Да. Здесь вот и... Ветка не сработала. Подожди. Подожди. Сергеич, подожди. Не мешай. Налим. Я подцеплю, может? Да. Ну, поверь. А навод замерзла где? Опа. Вот. Посмотрим. Нет. Ничего. Проверяем, что. Очередное спортлокон. Очередное нет. Опа, Фуди. Где она? А утро-то, Петрович, какое. Вчера было ветрено. Да, сегодня солнце. Сегодня лучше. Погода. Привычное движение для Варея Петровича. Привычная процедура. Так приятно смотреть, когда кто-то работает. Когда работают профессионалы. Да. Пусто. Не, Петрович, тяжело идет. Да ладно. Ну, я тебе говорю. Смотри, Смотри. Подожди. Ю, ю, ю. Андрюха, тогда может это... Тихо, тихо. Тихо, тихо. Готовься. Смотри, башка пошла. Ты гляди. Тихо, тихо, тихо. Вот он. Готов. Ты обрел доверие опять. Дай посмотреть, я ни разу Налима не видел. Вот она, счастливая рука. Треска. Одной раз. Дай посмотрю. Только не урони, как того подлещика уронил. О, красавец. Спасибо. Ну, это Петрович, это Петрович. Смотри. А-а-а-а, Петрович, ты что? Блин, ты хороший же. Я пошутил. Вот такие Налимы водятся в Ленинградской области. Рыбачий берег. И посмотри, какой. А-а-а! Все, Николай Сергеевич, поздравляю вас. Второй раз не получится. Спасибо. Дорогие друзья, мы с удовлетворением отмечаем, что наша рыбалка оказалась успешной благодаря легкой руке Валерия Петровича и профессионализму Андрея. Ну, и, конечно, Николай Сергеевич приложил немножко свою тяжелую руку к этому общему рыбацкому счастью. Спасибо. Ну, а мы все рады видеть вас на нашей базе. Будет рыба! Спасибо! Будет, нет. Дорогие друзья охотники и рыболовы, мы сегодня с Валеей Петровичем Кузенковым возвращаемся с базы «Рыбачий берег». Замечательно, наловив рыбы, у нас есть лещи, у нас есть щука, у нас есть налим, очередное общение с природой, нахождение на водоеме, чистый воздух, а самое главное – рыбалка, рыбалка и наша любимая программа «Большое хобби» с Николаем Валуевым. Спасибо, что вы нас смотрите и до новых встреч! И с Валерием Кузенковым. До скорого! До скорого! Удачи! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон